Наши темы были главные, это введение евро. Мы держимся в позиции, что не надо спешить введение евро, потому что это приведет к просто цену, снижение покупательных способностей наших граждан. И тоже приведет к такой ситуации парадоксальной, что мы должны будем доплачивать до экономик Южный Станфь зоны евро, в которой люди живут лучше нас. Скажем, какая граница Португалия имеет высший уровень проживания, чем мы, и это было бы неуместно. Тем более, что мы имеем этот курс евро фиксированный, и это не только действует на нашу группу. Конечно, в наших обязательствах вступление в ЕГЭС это предусмотрено, но мы должны быть первыми из тех стран, которые не ввели, может быть последние, первопоследние. Здесь не надо спешить, и надо тоже при случае решить другие проблемы. Тоже в нашем тракте при вступлении в ЕГЭС предусмотрено, что должны быть равные доплаты земледрицы. Среди них они не равные. То же самое граница получает 500 евро, для гектара мы только 140. Так что здесь это тоже надо решать в комплексе. Другая тема, которую мы здесь затунули, это дневный год вернок НДС на туризм. Это очень важная тема, потому что туризм может быть благосложенной, перспективной отраслью хозяйства нашего государства. Мы имеем очень красивую природу, величество, регионы, реки. И с этого мы можем жить долгие десятилетия. Так что очень важно, чтобы как раз наша инициатива была поддержана. И этот сектор создает новых рабочих мест. И я думаю, что в перспективе все с этого будут. Тем более, что президент не решилась витировать этот закон, только предложила 9% ввести МДС. В любом случае, мы уже отражали дополнительный успех. Будет очень увлекательный делать подзывок МДС. И наши шансы будут вне с соседней Молодыша, мы больше и другие государства. А что касается инцидента в Познании, когда был выявлен длозу, востордающий наших граждан, я думаю, что мы не должны эту тему расставить, потому что это попросту провокация. На провокации мы не должны речь. На эту провокацию, к сожалению, речь идет очень часто. И широко некоторые политики, консерваторы, либералы, которые, наверное, и могут смеяться с тем, что потеряли власть и еще какой-то низший кредит на бороде. Но это искусственные проблемы. И не должны говорить о искусственных проблемах, а решать насущие проблемы наши граждане. Тем более, что этот лозунг, этот, скажем так, неуместный, даже дурной лозунг Холик Фавел и Крюнхан был придуман как раз в одной из слизий, которая сейчас поддерживает консерваторов, еще 10 лет назад, в 2014 году, когда были эти события, похищение древних и так далее. Хотя лозунг покраются и часто в этих передачах и сейчас, и почему-то в политике на это не логиня, в самой консерваторе. Я думаю, что это провокация, но провокация мы не должны реагировать, стараться свои усилия, свои способности, свои энергии, передать тому, чтобы наши люди уже не были больше. Спасибо.